Итак, как вы думаете, о чем фантазируют другие люди? Если мы еще не знакомы, меня зовут Ванесса, и я специализируюсь на сексуальной терапии и терапии отношений. Я лицензированный психотерапевт. Я провела последние 15 лет или около того, работая с тысячами людей. Мы с компанией People выступали в качестве приглашенных экспертов в New York Times, Opera Magazine, Real Simple и многих-многих других изданиях. А я ее муж Ксандер. Раньше я работал на довольно обычной работе в корпоративном мире и решил присоединиться к ней, чтобы мы могли достичь еще большего. Люди, быть женатым на сексопатологе действительно имеет свои преимущества. Я хотел бы сказать, что я получил довольно хорошее представление о том, что делает отношения успешными, а что нет, и мне просто нравится приводить реальные истории из нашей жизни, чтобы рассказать вам о них и посмотреть, смогут ли они вам помочь в вашей жизни и ваших отношениях. Итак, в этом видео мы собираемся раскрыть 7 наиболее распространенных сексуальных фантазий, согласно результатам самого масштабного и всестороннего исследования, проведенного на сегодняшний день. Мы надеемся, что после просмотра этого видео вы почувствуете себя менее одиноким или странным из-за любых ваших фантазий, потому что в конечном счете фантазии есть у всех нас. О, да, это совершенно нормально, это совершенно обычное явление. Хотим мы это признавать или нет, но они есть у всех нас. Итак, это видео основано на исследованиях доктора Джастина Ли Миллера. Он провел 2 года, опрашивая более 4000, чтобы выяснить, каковы наиболее распространенные сексуальные фантазии. Так вот, 97% людей сообщили, что у них были фантазии, и большинство людей сообщили, что они возникали довольно часто. Большинство людей сказали, что они фантазируют от нескольких раз в неделю до нескольких раз в день. Согласно исследованиям доктора Ли Миллера, вот 7 наиболее распространенных фантазий. Все они распространены, но мы будем вести обратный отчет, чтобы добраться до наиболее распространенных. Номер 7. Это гомоэротизм и принадлежность к другому полу. Многие гетеросексуальные люди, особенно женщины, фантазируют об однополых контактах. Номер 6. Это близость, романтика и страсть. Пятое по распространенности фантазия – это свинг, совместное использование партнеров или полиамория. Под номером 4 подразумеваются табу или запрещенный секс, такие как эксгибиционизм, воэризм или фетиши. Номер 3. Это новизна, приключения и разнообразие, которые включают в себя сексуальные действия, которыми вы, возможно, раньше не занимались. Например, некоторые люди могут фантазировать о оральном, анальном сексе, игре с игрушками. Это также включает в себя занятия сексом в разных позах, в уникальных условиях или неожиданные сексуальные контакты. Самая распространенная сексуальная поза, о которой мечтают как мужчины, так и женщины – это стиль доги-стайл. Номер 2. Это власть, контроль и грубый секс, включая БДСМ. Что означает БДСМ, детка? Бандаж, доминирование, садомазохизм. Эта категория звучит довольно напряженно, но она также включает в себя укращающее поведение, такое как ношение повязки на глазах. Это настолько распространенная фантазия, что только у 4% женщин и 7% мужчин никогда не было фантазии о БДСМ. Боль также является важной частью этой категории. 60% людей фантазируют о причинении боли, в то время как 65% фантазируют о том, чтобы получить ее. Согласно исследованию, женщины чаще, чем мужчины, испытывали фантазии о боли, а также к этой категории относятся фантазии о принудительном сексе, которые на самом деле встречаются гораздо чаще, чем вы могли бы подумать. Да, многие люди не знают об этом, но это одна из самых популярных фантазий. Многие люди сходят с ума по этому поводу, потому что думают, о, ну и кто на самом деле хочет, чтобы это произошло? Но если вы фантазируете о чем-то, это не обязательно означает, что вы хотите, чтобы это произошло. Что такое номер один? Да, мы подошли к наиболее распространенной сексуальной фантазии, которая заключается в сексе с несколькими партнерами. Это включает секс втроем и групповой секс. 89% людей сказали, что у них была такая фантазия. Скорее всего, это вы. Вероятно, у вас, да. Мужчины были более склонны к фантазиям с несколькими партнерами, чем женщины, но очевидно, что при таком большом количестве фантазий они были у женщин. Они тоже были очень часто. Теперь здесь действительно важно отметить, что не было никакой связи между вашим счастьем в отношениях и фантазиями. Некоторые из самых счастливых и удовлетворенных пар все еще мечтали о том, чтобы привезти в спальню другого человека. Да, я определенно фантазировал об этом. А у вас есть? У меня тоже есть. Все в порядке. Мы на одной волне. Да, что вы думаете об этом списке? Я думаю, что это довольно интересно. Что интересно, когда речь заходит о романтических фантазиях, большинство людей фантазируют о своем собственном партнере, что, на мой взгляд, довольно мило. Большинство респондентов заявили, что самым важным качеством их сексуальной жизни является разнообразие. Каждый седьмой человек сказал, что их самая популярная фантазия возникла непосредственно из того, что они видели в порно, что не является хорошей новостью. Поскольку секс в порно на самом деле совсем не похож на секс в реальной жизни. 85% людей фантазируют об использовании игрушек в спальне. 40% людей сказали, что они фантазировали о том, как играют с едой в спальне. Ли Миллер также считает, что существует связь между фантазиями и желанием. Также не стоит пытаться притворяться, что ваша фантазия не возбуждает вас, потому что попытки помешать себе фантазировать, как правило, только усиливают фантазию. Да, менее трети людей сказали, что ранее они уже реализовывали свою самую большую сексуальную фантазию. Из тех людей, которые поделились своими фантазиями со своими партнерами, подавляющее большинство действительно сообщили о положительной или нейтральной реакции со стороны своего партнера. Исследования показывают, что наши партнеры на самом деле гораздо более открыты и сговорчивы, чем мы могли бы подумать. То, что у вас есть фантазия, не означает, что вы должны действовать в соответствии с ней. Иногда фантазии доставляют удовольствие именно потому, что мы знаем, что никогда бы не сделали этого в реальной жизни. Да, это определенно одна из тех вещей, когда, возможно, даже возникает мысль, что если вы попытаетесь воплотить фантазию в реальную жизнь, или подумаете о том, как это было бы в реальной жизни, то внезапно вы скажете, о боже, нет, я этого не хочу. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте нам лайк или оставьте комментарий ниже и сообщите нам, удивила ли вас эта информация или каковы ваши фантазии. Да, поделитесь ими. Да, нам бы очень хотелось узнать ваше мнение в целом. Также не забудьте нажать на красную кнопку и подписаться на наш канал YouTube, пока вы там. Это действительно помогает другим людям находить эти видео. Кроме того, нажмите на значок уведомления, чтобы получать уведомления о новых видеороликах. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз.